Тепло рук. Долгожительницы из нашей республики скоро почувствуют военнослужащие, принимающие участие в военной спецоперации в Украине. Свои переживания и любовь вложила в связанные собственной рукой шерстяные носки Фаризат Магометовна Урусова. Наша героиня уверена, что шерстяные изделия непременно помогут нашим солдатам. Ахмат Халкечев продолжит. Для любого материнского сердца не могут быть чуждыми чувства рейтельских переживаний. Именно безмерное желание донести на наших военнослужащих, что их любят, гордятся и ждут обратно живыми и невредимыми. И побудило меня на этот жест моральной и материальной поддержки, рассказывает сама бабушка Фаризат. Каждый день молю Всевышнего о скорейшем завершении этой операции. Ведь ни один народ на земле не заслуживает тяготи лишений войны. Всем хочется мирного неба над головой. Думаю, что наш президент принял это непростое решение, чтобы избежать ещё больше худшего кошмара, нежели то, что сейчас творится там. Ещё я прошу Создателя дать побольше сил и терпения родителям тех, на чью долю выпало это испытание. Дай Аллах, что все те, кто уехали туда, защищать мирное население, подвергая себя опасности, вернулись живыми и здоровыми. До начала спецоперации в Украине Фаризат Магомедовна вязала носки только для своих. Детей, внучат и правнуков. Благо семья большая. Ну а сейчас спецы в умелых руках бабушки лихо пляшут в пользу нашей армии. Но никто из домашних на бабушку из-за этого не обижается. Все прекрасно понимают, что по-другому она и не поступила бы. Она очень заботливая. Я не удивилась тому, что она решила помочь нашим военным. Она смотрела новости и увидела то, что военным нашим, российским, было холодно. И решила посмотреть, остались ли у нее носки. Она вязала и отправила им теплую одежду, носки, чтобы они там не замерзали. На данный момент Фаризат Магомедовна, которой 81 год, уже отправила в зону спецоперации без малого полтысяч пар теплых шерстяных носков, связанных вручную. С отправкой ей помогает старший сын Умар. Он, говоря о том, что же сподвигло его маму в столь почтенном возрасте поддержать наших военнослужащих своим непростым ручным трудом, приводит слова из известной всем песни «Нет в России семьи такой, где бы не памятим был свой герой». И продолжает рассказ о душевной ране, которая никогда не заживет. Моя мать тоже чувствует вот эту боль, общую боль, боль России, боль народа, которые отправляют на такую работу своих детей. Вот с этим она и начала. И она вспомнила своего племянника Магомеда Кочкарова, когда афганистанская война началась в 80-е годы. Он добровольцем пошел, получил там тяжелое ранение. Когда бабушка Фаризат сделала завязание с особым энтузиазмом, у нее быстро кончилась пряжа. Но, как нам поведал ее сын Умар, уже нашлись неравнодушные к тому, что Фаризат Магомедовна делает. И в скором времени пообещали завести новую партию шерстяного материала для теплых носков. Ахмад Халкевичев, Максим Долгов, Вести Крачево-Черкесия, Удюгута. Ахмад Халкевичево-Черкесия